Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дональя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в StarStable Online. Посмотрим, какая новая порода прибыла на Юрвик, какие новые жилеты для кросса или троеборья добавлены в магазин, приехал ли новый конкурс, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и поехали! Наконец-то настал этот день. На Юрвик прибыла новая, а вернее обновленная порода под названием французский сель. Данную лошадку хорошо помнят те, кто любит старичков. Была у нас такая лошадь полторашнего поколения, вернее когда-то первого, но потом обновлена до полторашечек. И уже прошло много времени с тех пор, как данную породу удалили с рынка Фердинанда. У нас была последняя возможность ей закупиться, а сегодня ее привезли уже в виде новой обновленной лошади третьего поколения. Было добавлено 7 мастей, одна из которых дублируется в Морленде и, конечно же, на своей основной точке продажи. Но давайте посмотрим, как же выглядит та лошадка, которая продается в Морленде для тех, у кого нету старайдера. Напоминаю, лошади для постоянной продажи всем игрокам перенесены из фортпинта в Морленд. И для них в будущем построят отдельное какое-то здание, небольшую пристройку, может быть. Но они более не покинут Морленд. Итак, вот наш новый французский сель игрневой масти. Здесь продается только одна масть. Стоимость данной лошади ни много ни мало 900 старкоинцев. Сила 2, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 2 и гибкость 2. Очень симпатичная лошадка, безумно похожая на голландца. Специально ради этого я даже приехала на своем голландском коне Danger Dark. И вы можете увидеть, они действительно очень похожи. И я очень ждала того дня, когда в ССО как раз появятся такие лошади, которые были бы очень похожи со стороны. Но на самом деле, по факту, сильно бы отличались. Мы можем увидеть, что разная длина мордочки, строение, также расположение глаз. И, по-моему, даже форма ушек отличается. Ну и, конечно же, рост и длина шеи. И что, неужели французский сель выше голландца? Вот это поворот или одинаковый? Что-то я пока сейчас ничего не понимаю. Такое чувство, что чуть повыше. Неудобно здесь смотреть. Надо это делать будет после уже покупочки. Нет, они примерно одинаковые. Но, может быть, французский сель чуть-чуть повыше. Разработчики описывают эту породу как универсальную, которая подходит и на выездку, и на конкур, и на троеборы. Причем написано об этом даже в самом тексте описания породы. Но, если честно, я посмотрела анимацию. И не могу сказать, что я резко бы захотела брать эту лошадь в выездку. И даже, наверное, не в скачке. Я не видела, какой же все-таки у них прыжок именно в игре. Но, может быть, она действительно больше будет как конкурная. Или же для кросса. Ну, маловероятно, для троеборья. Делайте со мной что хотите, но я не вижу, чтобы эта рысь была такой уж выездковой. Даже манежный голубь смотрится и то как-то более выразительно, чем эта рысь. И даже шаг. Но, сама лошадка мне понравилась. Несмотря на то, что я не хочу брать ее в выездку, или вообще в конный спорт, я, конечно же, куплю одну масть. Какую, вы узнаете уже в следующем видео. Ну, а теперь отправляемся в хозяйство Серебряной Поляны, где, собственно, и продаются все масти данной породы. Не даром отсюда уехали бельгийцы, так как теперь здесь стоят вместо них. И также немножечко подвинули голландцев, продаются французские сели. Вот такие красивые лошадки. Давайте же посмотрим на них по порядку. Самой первой лошади у нас как раз встречает та лошадка, которая в Мурманде. Следующая Гнидая. Вместо просто светло-серой было решено добавить светло-серую в гречку. Очень красиво смотрится. Вороная. Пега-рыжая. По-моему, поламина называется масть. И вот такой вот серый. Что-то разработчики полюбили эту масть и стараются добавлять ее как можно больше в новые породы. Данные лошадки, напоминаю, стоят 900 старкоинцев. Для того, чтобы их купить, нужно иметь шестой уровень и открыть деревню Серебряной Поляны. Ну а лошадку из Мурманда вы можете купить уже будучи первым уровнем за ту же самую сумму. И если вы думали, что на этом обновление закончится, то мы идем смотреть продолжение в виде конкура. Наконец-то, спустя долгое время, нам добавили доску на плац конюшень Юрвика. Нужно это было сделать еще давным-давно, так как раньше здесь когда-то проходила еженедельная ярмарка лошадей Фердинанда до того, как ее перенесли. Но после этого плац просто пустовал, кроме конного фестиваля. Но теперь здесь появилась своя собственная доска с препятствиями. Давайте же ее посмотрим. На схеме А у нас очень классный маршрут, вернее раскладка препятствий для конкура и также для новой анимации французского селя. Ну что ж, это конечно очень интересно, но не хотели бы вы тогда эту же анимацию добавить некоторым лошадям, к примеру, у которых вообще нет никакой доп. анимации. А то получается, что вот этот кусочек может пройти только французский сель. Буква Б мы видим уже более сложнее препятствия, как будто бы по кроссу или же бег пересеченной местности. Кстати, мне в какой-то веке нравятся расположения и типажи данных препятствий. Схема С отображает уже более фестивальный настрой. И это не может не радовать. Наконец-то можно проводить здесь соревнования на высокие препятствия, причем очень высокие. Прям я даже не знаю, сколько здесь сантиметров. Наверное, самое высокое это 180 или какой предел есть в конном спорте. А вообще, этот маршрут мне очень напоминает одну из предыдущих гонок именно на конный фестиваль. Возможно, даже прошлогодний или позапрошлогодний. Уж больно прям очень что-то знакомое. Но, тем не менее, мы радуемся этому. Новый конкурт, новые препятствия. Есть куда развиваться. Но на этом конкурт не заканчивается, и мы отправляемся в конный манеж. К конному манежу приехала Зури, которая предлагает нам серьезно заняться конкуром. И, возможно, вы видели когда-то спойлеры этой гонки. Это совершенно новый формат. Настолько реалистичен, что мне даже хочется поскорее бы сделать по всему Юрвику такие гонки или же соревнования. Но, что уж говорить, давайте просто пройдем это задание. Привет, Дарья. Хочешь попробовать маршрут для конкура с новыми правилами? Не сомневаюсь, что ты поучаствовала уже в куче гонок для любителей конкура на Юрвике. И, наверное, удивилась тому, что им не достает, назовем это так, правил. Я решила, что пришло время для конкура по-серьезному. В большинстве стран за сбивание штанги или отказ лошади перепрыгнуть препятствия засчитывают ошибки. Я решила, что пришло время для конкура по-серьезному. В большинстве стран за сбивание штанги или отказ лошади перепрыгнуть препятствия засчитывают ошибки. Я создала маршрут, на котором можно попрактиковаться по этим правилам. Почему бы тебе его не опробовать? Я расставила красивые препятствия, чтобы было приятно скакать. Давай объясню тебе правила. Если собьешь жертв, получишь 4 ошибки. Если лошадь откажется прыгать, то это опять же 4 ошибки. Время тоже имеет значение. Для маршрута устанавливается максимальное время. И при его превышении, каждая секунда сверхлимита приносит дополнительную одну ошибку. Твоя цель пройти маршрут как можно быстрее без ошибок. Ну что ж, мне очень хотелось попробовать эту гонку. Спойлеры когда-то вызвали у меня безумный восторг. Поэтому мне уже руки чешутся начать. Поговори со мной, когда будешь готова попробовать. Мне не терпится познакомить с этим состязанием весь Юрвик. Ну что ж, давайте попробуем. Готово? Отлично! Вперед! Заверши гонку. Ого, нам сразу дают 500 опыта лошади за прохождение этой гонки. Новый интерфейс правил для маршрута. Фиолетовые цвета в сочетании с черным. Ребята, это мои любимые цвета в любимом своем сочетании. Пройди маршрут как можно быстрее с минимумом ошибок. Есть 4 типа ошибок. Повал препятствия, превышение времени, копыта в воде и отказ. Ну что ж, давайте же попробуем начать гоночку. Надо только быстренько включить музыку, потому что я наверняка уверена, здесь она какая-то своя. Так, и давайте, пожалуй, начнем ее заново. Да, начать ее сначала. Начать гонку. Ура, мы видим дорожку, куда нужно ехать. Это, это просто. Это мне так напоминает те игры, в которые я играла в детстве. ССО, вы меня радуете такими вот новыми вещами, новыми техническими составляющими, маршрутами и также видами гонок. Ну что ж, я хочу сказать, что это достаточно сложный маршрут. Он не подойдет для тех, у кого, наверное, медленная лошадь или просто маленького уровня, потому что, как показывает практика, плохо ухоженные и плохо... А прокачанные лошади не могут перепрыгнуть в такой высокий барьер. Ну что ж, обзор ошибок. Превышение времени одна. А, нет, стоп, у меня ничего нет. Фух, какое счастье. Так, мое время 42 секунды, лимит 55. Уйти. Я, если честно, боялась, что вообще все будет плохо для первого раза. Мне понравилось, что на трибунах были зрители. Возможно, вы их заметили. Атмосфера была действительно очень напряженная, маршрут был сложный. И я надеюсь, что, может быть, его можно будет включать без прохождения схемы. Ну что скажешь, было так увлекательно наблюдать, как вы с лошадкой проходите испытания. Приходи в любое время. Я не задержусь здесь надолго. Но надеюсь, что ты еще не раз попробуешь свои силы в моем соревновании по конкуру. Нет, к сожалению, это временно. И не будет никакой дощечки. Хотя, очень бы хотелось. Хочешь еще раз пройти мой маршрут для конкура? Давайте... А! Эта гонка будет постоянно давать 500 опыта. Но заметьте, гонка не фиолетовая. Поэтому ее прохождение доступно один раз в сутки. Что мы все о лошадях и лошадях. Давайте посмотрим, что же добавили в глобальный магазин для нашего персонажа с его лошадью. А было добавлено целиком и полностью два комплекта. Наверное, для троеборья. Такой вот какой-то оранжевый. Причем это оранжевый вольтрап с черной каемочкой. Наконец-то, наконец-то разработчики начали добавлять потихонечку. Правда, очень маленькими шажочками вольтрапы с черной окантовкой. Первый такой вольтрап был добавлен зимой в качестве подарочка под елкой. Давайте посмотрим полностью на первый сет оранжевого цвета. На персонажа в него ходят сапоги, штаны, жилет, шлем и перчатки. И вот сейчас я резко разочаровалась. Во-первых, я надеялась, что жилет и шлем будут нового типажа. Оказывается, что нет. Это старый типаж и это меня очень сильно расстроило. Оттенок напоминает морковку. Поэтому, если ваша лошадь обожает данный овощ, лучше к ней с этим нарядом не подходить. Ну а второй сет как раз таки содержит в себе несколько новых предметов. Во-первых, новые перчаточки с диагональными узорами, шлем с пумпоном и новый вид жилетов, который не может не радовать. Оттенок данного комплекта, наверное, цвет хаки, если я ничего не путаю. Вот он мне нравится намного больше. В особенности из-за жилета и шлемака с пумпоном. Я хочу поскорее, чтобы добавили тоже много цветов вот этих жилетов. Так как они идеально подходят для троеборья. Зеленый комплект называется шалфейный. Оранжевый, мандариновый. Хотя, если честно, все-таки похож он больше на морковку. Так что да, вот такие вот два комплекта вы можете приобрести в глобальном магазине на себя и свою лошадку. Что же ждет нас на следующей неделе? Очень интересное техническое обновление, связанное с вашими друзьями и взаимопомощью по уходу за вашими лошадками. Вы можете открыть календарь на весь месяц обновлений. И там вы узнаете, что это связано именно конкретно с вашими сосочными друзьями и вашими лошадками. Очень интересно, как они реализуют эту функцию на следующей неделе. Сможем ли мы брать лошадей друзей, скажем так, во временное пользование, чтобы помочь им с прокачкой. Или имеется в виду, что мы можем заходить на конюшню к нашим друзьям и помочь им ухаживать за лошадками только в том случае, когда они онлайн. В реакции, как можно было это реализовать, очень много. Но я надеюсь, что действительно, когда наши друзья куда-то уезжают и не могут заходить в любимую игру и заниматься, покачать и покормить своих лошадок. И в том числе покачать, я имею ввиду, чтобы мы могли помочь. И зайти к ним на конюшню и сделать всю необходимую работу. Потому что порой именно помощь ближнего так нужна в ССО. В особенности, когда куда-то уезжаешь в отпуск или просто лишаешься интернета. Да, но это всего лишь мысли, всего лишь догадки. На следующей неделе мы уже точно узнаем ответ на этот вопрос. Ну а на этом все. И видео подошло к концу. И спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам данное обновление, какой сет вы купили, шалфей или же мандаринка-морковка. Понравился ли вам новый конкурный маршрут с новыми элементами штрафных очков. Ну а также ждете ли вы следующую неделю. Ну а уж о покупке французского селя я не сомневаюсь. Уж больно понравились вам ее масти, а кому-то и анимация. Но точнее я буду об этом спрашивать уже в видео с покупкой данной породы. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Божечки, пожалуйста, пусть на следующей неделе добавят то, чтобы мы могли не только их кормить, но еще и брать их на прокат, на прокачку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!